Здравствуйте, господин Китченко. Сегодня мы с вами встретились на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Челябинске. Вы уже много лет возглавляет, но являетесь пресс-аташе Челябинского центра олимпийской подготовки по дзюдо. А сегодня вы курируете вопрос в пресс-центре чемпионата Европы, курируете вопрос от дзюдо. Разные вопросы. Скажите, насколько отличается работа пресс-аташе, которой вы занимаетесь конкретно Челябинском и чемпионата Европы? Насколько это большая ответственность для вас и как сложно работать? Ответственность была, как сравнить со спортсменом, что предстартовое волнение у спортсменов, волнение у тренеров, у тех людей, которые здесь должны были работать, в пресс-центре, у них тоже очень давно было волнение. У меня как... На самом деле, я был как бы один, да, вот, пресс-аташе, один человек, да, вот, там, вроде, как, иногда пишут, ну, там, пресс-службы в федерации, я один человек, я один веду сайт, я один, посылаю пресс-релизы, но когда, да, но когда, но работа пресс-центра, это другой, это большой коллектив, и вы уже видели здесь, сколько здесь людей задействовано, и вот, подобрать ту команду, которая бы выполнила задачу, это именно самая главная была задача. А я хотел, чтобы именно работали вот эти люди, которые здесь находятся, потому что я знаком уже много лет с Еленой Ермолаевой, она пресс-секретарь Министерства спорта Челябинского, Челябинского области, да, вот, и она очень много работала в пресс-центрах зимних, летних, спортаке от учащихся России, молодежи. Она была руководителем пресс-центра этапа Кубка мира по конькобежному спорту, по керлингу, то есть, и у нее очень хорошее взаимодействие с молодым поколением, тем, которые здесь работают, на себя очень хорошо зарекомендовали. Вот именно в такой совместной, совокупной командной работе заключался предполагаемый секрет успеха. Ну, не секрет, что журналисты, это, в принципе, двигатель прогресса, можно сказать, да, в спорте. Чем больше о виде спорта пишут журналисты, рассказывают, тем более популярный он становится. Скажите, как много журналистов приехал на этот чемпионат Европы, с каких, с сели страны представлены европейские, или какие-то есть крупные европейские агентства? Ну, журналистов мы еще не подвели точно, да, количество, но порядка, наверное, 125 журналистов из 10 стран. Первоначально заявка была в около 15 стран, но все-таки кто-то не доехал. И, ну, конечно, это не все страны, но даже вот такое количество стран очень сильно удивило, потому что я бывал на других европейских чемпионатах, и там не было вот такого, ну, как мне показалось, да, многообразия представленных журналистов. И я был вот на самом деле на нескольких чемпионатах Европы, и мне есть с чем сравнивать. Я хочу сказать про пресс-центры. Ну, мы говорим, да, о прессе. Да, и я всегда, на самом деле, поезжая на эти соревнования, будучи журналистом, обращал внимание на то, как работают пресс-центры и кто в них работал. И, наверное, вот один из самых уютных пресс-центров на тех чемпионатах шести, которых я был, был в 2000 году, далеком уже, да, в польском Гродславе. Небольшой, в общем-то, город, порядка, сейчас уже точно не помню, но порядка, наверное, там, 300 тысяч жителей. Он был очень уютный, небольшой, вот по сравнению с этим пресс-центром, ну, не знаю, одна пятая, наверное, может быть, даже еще меньше. А были и пресс-центры очень аскетичные, как, например, в Румынии, в Бухаресте. Это было обманывание. В Мориборе, в Словении, в 100-тысячном городе, там была просто палатка брезентовая, такая походная палатка. И, соответственно, там оборудование было мизерно, ну, разве что копировальный аппарат, ну, и, может быть, средства связи, ну, в смысле, возможность позвонить по телефону. Вот, собственно, ну, и не было вот такого движения по каким-то газетам, да, как вот здесь люди. Вот я просто еще уточню, здесь совместно с нами работает пресс-служба губернатора, которая делает дневник чемпионата. Газетный вариант, да? Плюс здесь работает информационное агентство «Доступ», которое на протяжении последнего года заполняло новостями, ну, большей частью моими заполняло новостями, ну, и своими тоже. Сайт, официальный сайт чемпионата Европы по дзюдо. И мы тоже, кстати, очень сильно переживали, что не так много посетителей было. Но вы, Роман, знаете, что, в принципе, на такие сайты специализированные заходят только, собственно, люди из области дзюдо. Вот, но во мере приближения к чемпионату это количество неизмеримо выросло. И, соответственно, понятно, что вырос интерес к самому чемпионату, что вот он начинается. И очень тоже, ну, сначала стало раздражать, ну, а потом, я помню, мы уже провели аккредитацию, а люди продолжали звонить. И даже во время чемпионата присылали электронные там письма, да, с просьбой поработать им здесь. Но все равно правила есть правила, как бы, нужно соблюсти их, поэтому уже пришлось им отказать. — Можете ли вы сказать, из какой страны, допустим, какая-то, может быть, европейская страна небольшая, которая прислала сюда журналистов? — Ну, понятно. — Я знаю, что вы там из Боснии и Берсеговина участвовали. Есть ли оттуда из таких небольших стран, из Лихтенштейна, журналисты здесь? — Нет, нет. То есть, таких стран, ну, если пусть не лидеров, но, во всяком случае, заметных в области дзюдо, у меня нет бумажки, где мне это выписано. То есть, 10 стран, больше всего представительства из Японии, ну, они не европейские представители, да, но они приехали как разведчики, и они разведывали. — Да, они очень усердно, я смотрю, работают, то есть, они даже не отвлекаются ни на что, вот они только работают. — Да, я пытался взять у них интервью, но они не дают интервью. — Да, да, да. Ну, вот они узко выполняют свою задачу. — Ну, вот, мне вот просто запомнилось, скажем, разговор, здесь находится, ну, потому что этот человек говорит по-русски, да, здесь находится журналистка из Германии Татьяна, она хорошо говорит по-русски, она больше специалист в фигурном катании, она освещает этот вид спорта уже многие годы, но, приехав на дзюдо, она этот вид спорта полюбила, и ей очень нравится то, что она видит и то, о чем она пишет, то есть, в принципе, у нее даже, можно сказать, представление перевернулось, да, вот, о виде спорта. — Честно говоря, особо не общался по той причине, что так сконцентрированно был на своей задаче, но вижу, что мои молодые коллеги общаются, да, говорящие на английском языке, да, и все получают такую оценку лесную, да. — Ну, немножко это может быть, на самом деле, ура патриотизму, да, всегда хочется, чтобы тебя похвалили за то, что ты вложил столько труда и там души, потому что, вот я постоянно вот сейчас на трибунах встречаю людей, вот, даже вот просто по впечатлению, вот мы проводили чемпионат России 2004 года в Челябинске, он был очень хорош, но как-то, не знаю, почему-то осадок какой-то остался, то есть, все вроде бы хорошо, но что-то не так, а вот здесь даже, вот, нам самим не к чему, к себе даже при всей строгости, да, докопаться, вот, кажется, все, все хорошо как-то. — Как болельщик, есть ли любимцы, за кого вы болеете, или вы, ну, как общепринято, все говорят, болею за Россию, да, за Российских, да, есть ли любимчики? — Я болею за Челябинцев в первую очередь, я, вот, мои коллеги меня знают, я за них горой, то есть, если кто-то там где-то ненароком обидит дзюдоиста, ну, чем-то, да, там и так далее, я позвоню, ну, не в грубой форме, но, как бы, выскажу, да, то есть, я не оставлю это без своих дзюдоистов я горой. Ну, я очень болел за Мансура Айсаева, я вчера очень радовался, прямо слезы аж выступили, вот, волнение за Зафара Махмадова, потому что, ну, как, не знаю, как сын он там, да, то есть, уже возрастной человек, и, соответственно, я к нему так отношусь тоже с трепетом. И просто человек очень хороший, он за Фарма Махмадова, очень жалко, что он не стал чемпионом Европы, а он этого страшно хотел, учитывая, что на Олимпиаде ему не бороться, на Лондонской, он хотел вот именно в олимпийском, там, лондонском цикле, да, выстрелить вот здесь, дома перед болельщиками, тем более, что, ну, он уже наш, вот, на самом деле, вот, иногда говорят, что приезжий и так далее, но он живет в Челябинске, его все знают, мы его все просто уже любим, уважаем, соответственно, он наш, и, да, вот, ну, из иностранцев, да, вот, вчера просто, когда в Мигзоне тоже подключился, потому что в первые дни как-то не было, все, времени, да, вчера подключился, и на многих чемпионатах был, и многие детали вспоминаю, и, ну, как мне сказали, что это оживело немножко, Мигзоновские вопросы, так скажем, потому что, все равно надо знать о спортсмене побольше, да, чтобы его интервьюровать, потому что иногда даже просто спрашивают, как ваша фамилия, стоит очень известный человек, то есть можно таким вопросом, как бы, уже испортить ход беседы, да, потому что, ну, он-то знает, в принципе, из-за того, ему говорят, да, кто вы, да, вот, таким образом. – А среди иностранных спортсменов понравился ли вам кто-то, вот, по истечению личных соревнований? – Да, сейчас вот я вспоминаю, ну, вот, я всегда обращал внимание на Миклашовом говори, то есть, вот, я его первый раз увидел в 2002 году на чемпионате Европы в Словении, я просто помню, у него всегда такая гордая, ну, это самка, да, вот, он так борется в такой прямой стойке, всегда так очень уверенно, – он периодически выигрывал наших сильных спортсменов, там, скажем, Сламов Мацеевым, который был в те годы, в те далекие уже эти годы, лидером российской сборной, периодически он добивался больших побед здесь, в Челябинске, я тоже смотрел за ним, ну, очень, вот, вчера говорил, и вам тоже, наверное, понравилось интервью с Ариком Зиби, потому что, вот, они, вроде бы, такие недоступные, да, но вот, когда вот этот Мик Победы, он их раскрывает, он вчера мог любому из нас уделить и час, и более, потому что он добился своей цели, и, ну, просто, было приятно всем, и ему, и нам разговаривать с ним, и, вот, конечно, вот в такие минуты очень хотелось бы попасть, я до сих пор помню вот этот незабываемый, немножко в сторону отойду, да, вот, просто мюнхенский успех Виталия Макарова, когда я сидел на трибуне и снимал на видео, как вы в таком же режиме работаете, и просто волнение настолько вот захлестывало, вот, держу камеру, а руки просто трясутся, и так волнуюсь, и тут этот бросок, и надо, отдаю себе должное, что я удержал этот мюнхенский успех Виталия Макарова, стадион, и слава Богу, потому что был эпизод двухлетней давности до этого, когда Вячеслав Тихонов, заслуженный тренер России, снимал Виталия в полуфинале, и когда Виталий просил соперника, у Тихонова камера ушла вверх, вместе с поднятыми руками, ура, ура, я вот эту ошибку исправил, ну, и просто вот такая эфория была, вот такое единение, да, когда мы все вот, сборная России вся, собрались в китайском ресторане, там, и все кричали, вивата, Россия, ура, все наперебой поздравляли друг друга, просто вот такие дни, вот прошло 11 лет, я вот Виталия поздравил 28 августа, прошу прощения, в прошлом году я его поздравил 28 августа 2011 года, 28 июля 2011 года я его поздравил с десятилетием со дня победы в Мюнхене, он говорит, ну, он сначала сказал, Валера, ну, ты, конечно, даешь, у тебя память такая, а потом, а потом второй его реплика была, сказал, это уже столько лет прошло, а вот на самом деле столько лет прошло, вот помнишь, вот как, на самом деле, это же настоящая журналистская удача, приехать на какие-то соревнования и испытать вместе с спортсменом, своим любимым, да, вот этот триумф. Я думаю, сейчас вам тоже было приятно за наших соотечеств. Да, скажите, как вы думаете, вот те победители, призеры соревнований, которые участвовали в этом чемпионате Европы и примут участие, понятно, что не все примут участие в Олимпийских играх, но это касается, наверное, в основном сборной России, тех, кто здесь участвовал, но в основном многие европейцы, да, они будут участвовать. Как вы думаете, вот этим победителям-призерам удастся завоевать медали Олимпийских игр? Вот по вашему опыту, то, что вы ездили на Олимпийские игры, на чемпионаты Европы, вот анализировали вот эти? Вот сложно, на самом деле, Олимпийские игры предугадать абсолютно. Вот кто мог подумать, да, вот в Пекине, что Тамерлан Тминов займет только седьмое место в Пекине. То есть мы настолько привыкли, что он не погрешен практически, да, то есть, ну, если проигрывал, то японских, в основном, спортсменов, изредка Денису Вандергесту, да, голландцев. Но чтобы вот такое фиаско, седьмое место, ну, и в самом, наверное, самом страшном с ним, можно предвидеть такое, увидеть. Поэтому, вот, или кто мог предположить, что Игорь Макаров в 2004 году станет Олимпийским чемпионом? Мы тоже, наверное, были все время шокированы. То есть Олимпиады, это на самом деле ничем не похожие, да, мероприятие и непредсказуемые. Нет, на самом деле, вот, опять же, кто мог подумать, что в Пекине мы останемся без единой медали, и мужчина, и женщина. Тоже не поддавалось никакому расчету и прогнозу. Поэтому очень хочется, чтобы было все с точностью до наоборот, да, вот, я имею в виду относительно Пекина. Вот, просто, вот я говорю про триумф, а вот я, например, тоже вот испытал очень большое разочарование в Пекине, например, когда 16 спортсменов Челябинской области, в том числе два дзюдоиста, не привезли ни одной медали. А потом была еще Паралимпиада, где я тоже был, там было шесть спортсменов, и то же самое повторилось. А как было просто смотреть тяжело на спортсменов, мы встретили в рапорту с моим коллегой-журналистом Ивана Першина и Олимой Гаданова. Он в то время выступал за Челябинской области. И какие они были подавлены, то есть вот бронзовая медаль была вот просто вот, дотянись рукой. Иван Першину выиграл Сергея Швандану, и уверенно выиграл, и оставалось совсем немного. И вот, ну, доля секунды расслабления, и он улетает на Япон. В принципе, вот случись эта бронзовая медаль, да, и все могло вот измениться просто сказочно, как бы, и для того, и для другого. Они, я думаю, что вот эта трагедия, как бы, долго будет их преследовать. Ну, у Олимой Гаданова есть шанс все изменить, и, ну, если он, конечно, выдержит конкуренцию, и ему предоставят это право относительно Макушко. Завершается чемпионат Европы. Дальнейшие планы ваши по работе, как пресс-атташе учебного центра Челябинской области? Ну, я думаю, что, да, как-то надо немножко переосмысливать, потому что такую громадину, да, подбили. На самом деле, вот, первые планы, это вот сегодня все закончится. Надеюсь, порадуемся за мужскую сборную России, все-таки есть некое сомнение относительно женского. Подтвердить, да, мои сомнения. А завтра, вот, у меня просто вот уже с утра дочка спросила, папа, завтра мы с тобой едем кататься на велосипеде, младшая дочка искала. Нет, завтра мы будем разокомплектовать пресс-центр, да, и помогать, как бы, все это вернуть в те места, откуда это все взято, да. Так что пока что планов нет, наверное, вот, если спортсмены нам вчера отвечали, что вы будете делать, это те, кто отобрались на Олимпиаду, они говорят, отдыхать не будем, будем готовиться к Олимпиаде. То здесь, ну, наверное, немножко отдохнуть, дальше думать, как жить, что делать. Ну, вот, в этот раз я не ставил своей, ну, целью, да, вот, скажем, поехать на Олимпиаду в Лондоне, хотя предлагали Паралимпиаду, и на Паралимпиаде очень важный, ну, для меня, вот, опять же, момент, это дзюдо, Олимпийский турнир, Паралимпийский турнир. Потому что в Пекине я был на дзюдо, и был очевидцем триумфа нашего, вот, выскочила уже фамилия Олега. Ну, ладно, это, наверное, опустим, потому что, я говорю, выскочила фамилия, сразу же, со стопой. Это слабовидящие, да? Да, 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 да. То есть, тоже, дзюдо есть везде, да, вот, есть на Паралимпиаде. Ну, я побывал уже на Олимпиаде, на Паралимпиаде, и, в принципе, моя мечта осуществилась, вот, поэтому отдыхать надо, надо отдыхать. Спасибо большое. Спасибо большое. Я не досыпаю, не очень хорошо языком ворочаю, прошу по усилиям, да? Все хорошо.